Лаванда! Лаванда! Вызывает база! Ответьте! Всем привет, с вами Ванделей. И если вы думаете, что излазили сталкер Зов Припяти вдоль и поперёк, то это видео для вас. Сегодня я покажу вам двух персонажей, которых вы скорее всего никогда не встречали, ведь сделать это непросто. Вы узнаете, как и почему игровые двери могут стать аномальными. А ещё я тут на сталкер Витта прикупил старый видак, и в нём кто-то забыл видеокассету, а на ней материалы с поездки разработчиков в Припять. Жуткие и атмосферные, их мы тоже обязательно посмотрим. Но сперва позвольте порекомендовать вам хорошую игру. Arena Breakout. Это реалистичный тактический шутер для мобильных устройств, вышедший в июле 23-го и сразу взявший топ чартов App Store и Google Play. Более чем в 100 странах. На старте игра вошла в 10 лучших игр в 52 регионах. Arena Breakout представляет новаторский взгляд на экшн-шутеры, моделируя реалистичную механику мародёрства. Всё это на современных картах, куда ты отправишься в рейд, в поисках сейфов, разные экипировки и ярких впечатлений. Каждый бой — это риск, ведь ты можешь потерять всё, что взял с собой, или стать победителем и вынести всю добычу. Arena Breakout — это настоящие эмоции. Вот вы одержали победу, разграбили чужой лут и продали его на рынке, но в следующем бою сами претерпели неудачу. Не беда. Вы начнёте с нуля и снова доберётесь до самых высот. В общем, стреляй, лутайся, забирай с арены всё, что сможешь и убегай до ближайшей точки эвакуации. Заклеивай раны, следи за пополнением пустых магазинов и используй невероятно реалистичное оружие. Благодаря обширному арсеналу, включающему реальное оружие, воссозданное до мельчайших деталей, вы сможете создать идеальную пушку, отвечающую вашему стилю игры. Выбирайте из широкого спектра модификаций, прицелов, рукояток и других компонентов, влияющих на точность, дальность и многое другое. Только вам решать, что принесёт победу. Скрытная игра с глушителем или раш в лобовую с тяжёлыми пушками. Арена Брейкаут – это свобода геймплея. Но чтобы разбогатеть, будьте готовы бороться за выживание. Проект постоянно развивается, и каждый новый сезон приносит новый контент. Число зарегистрированных игроков по всему миру уже превысило 100 миллионов, так что присоединяйся и ты. Переходи по ссылке в описании, скачивай Арена Брейкаут и покажи класс. А мы возвращаемся к теме ролика. Знаете ли вы, что в Припяти есть монолитовец-подрывник, взрывающий туннель в путепроводе? Чтобы его найти, делаем следующее. После разговора с военными находим место, через которое герои покинули путепровод. Здесь мы можем спуститься вниз и увидеть ящик динамита и труп монолитовца со случайным именем. Имеется ввиду, что боец подорвал туннель, и видимо сам при этом погиб. Вот такое изящное объяснение, почему игрок не может вернуться в путепровод. Также имейте ввиду, что со временем этот труп банально пропадает, потому что уникальным персонажем он не является. И попадает под происходящую на уровне чистку трупов. Еще один очень редкий персонаж, про которого вы тоже наверное не знаете, встречается на затоне. Чтобы он заспаунился, не берем квест на ноутбук наемников, а проходим игру, доходим до Припяти и выполняем задание по получению сломанной гаусс-пушки. После этого наемники на затоне исчезают, типа они ушли в Припять. И вот поэтому, чтобы не было ситуации, что ноутбук лежит в гордом одиночестве, было придумано сделать наемника в туннеле, который типа взял ноутбук с собой, но из-за чего-то погиб. Оба трупа и наемника, и монолитовца подрывника имеют симуляционный профиль, испаунятся по скрипту, так что наемник тоже исчезает со временем. Из-за чего в игре образовался еще один очень редкий персонаж. Из дизайн документов можно узнать, что изначально медиком военных был не Роговец, а лейтенант Дропий. Именно он сидел в холодильнике, но потом персонажей зачем-то переименовали. И в релизе Дропий это погибший член экипажа Ската-3. Знаете ли вы, что если выбросить оружие в дверь бункера ученых или Скадовска, то скорее всего дверь отлетит, а потом вернется обратно. Главное во время полета к ним не подходить, иначе Дегтярев погибнет. И самое интересное, что если удачно выбросить пушку, то дверь отлетит очень далеко, и на ее месте появится эффект аномалий. Что за чертовщина, спросите вы? Это что же, дверь превращается в аномалию? Конечно нет, но что же это за чудо? Скорее всего дело в расширяющихся шейпах двери, которые сходят с ума из-за наших фокусов, и начинают триггерить аномалии, находящиеся далеко от нее. Конкретно в данном случае затриггерились жарки, где Петруха с напарником стоят в начале игры. Игра в аномалии, видимо, у земснаряда. Вот такое безумие. Если мы откроем текстуру со всеми иконками апгрейдов, и начнем сравнивать их с тем, что есть в игре, то выяснится, что у СВД вырезали апгрейд на установку глушителя. Еще в игре когда-то был автозахват цели для тактического шлема из сферы 12М. Вот как в прицеле или бинокле, когда персонажи помечаются прямоугольниками. И, видимо, такие квадратики перед глазами были всегда, если на нас шлем с апгрейдом. Думаю, выглядело странно, так что неудивительно, что фичу вырезали. Вернемся к СВД, у которой нет своего бампа. Вместо этого оружие использует бамп от СВУ, что особенно заметно на ЦВЕ, где все, что выпирает, выпирает не в тех местах. Кстати, в чистом небе ситуация с бампом точно такая же. А вот в ТЧ был свой, правильный бамп у СВД, но в аддонах его почему-то выбросили. В Припяти, в квесте с добычей гаусс-пушки, все вы знаете, что можно обмануть игру и поймать гаусс-пушку. Еще в полете. Дело в том, что падающая пушка после исчезает, и вместо нее на земле сполнится другая, настоящая. Такой вот костыль, чтобы и пушка красиво упала, и оружие в итоге лежало где надо. Можно даже убить проповедника так, чтобы пушка упала не на крышу, а на асфальт. И спаун второй гаусс-пушки будет еще более палевным. Если не спешить подбирать это оружие, то один из монолитовцев может сам ее подобрать. После чего начнется замечательное зрелище. Монолитовец перезарядит гауску, попытается сделать выстрел, но пушка заклинит. Он ее перезарядит, попытается сделать выстрел, но пушка заклинит. И так до бесконечности. Главное, близко к нему не подходите, иначе оружие он поменяет. Короче, этому бойцу явно прожгло последние мозги. Вы только представьте, как он там под респиратором ругается. Вы когда-нибудь замечали, что на иконке задания исследовательская группа? Изображены ранние иконки персонажей из Тече. Это свободовец, его иконку немного отфотошопили. Лукаш и Лис. Причем взяли именно эти физиономии, без какого-то скрытого смысла. Просто иконки стояли рядом, в общей сетке. А еще Лис на старой иконке стоит на фоне Чаес. Вот даже тот самый ракурс. Да, продолжаем разбирать игру по пикселям. На концептарте аномалии рубец, хорошо видно разрезанный пополам автомобиль. Создавать такую деталь не стали. Все-таки рубец и так выглядит неестественно. А так было бы, будто его Зевс, финка НКВД прорезал. В предыдущем ролике я показывал текстуру удостоверения Дегтярева. Внимательный зритель мог заметить здесь внезапный серп и молот. Дело в том, что текстура создана на основе советского удостоверения личности офицера. Так что Дегтярев в некотором роде советский офицер, показывающий припятским военным какую-то фиксию. Интересно присмотреться и к Бланку, мелькающему во вступительном ролике. За основу было взято заявление на получение загранпаспорта, причем российского образца. Почему Дегтяреву потребовался загран, чтобы добраться до зоны? Вопрос открытый. Возможно, майору еще есть чем удивить Зоуса. А вот фотография, с которой была сделана внешняя сторона. Удостоверение Дегтярева. Такая вот доскональная история создания Ксива получается. Данное фото было сделано на заводе Юпитер, во время очередной поездки разработчиков в ЧЗО в 2008 году. От той поездки сохранилось много интересных фото. Скачать их можно в группе ВКонтакте сталкервики Зон Хрониклс. Вот фото будки по продаже кваса у причала. Что интересно, в билдах она была затекстурена ближе к оригиналу, но к релизу будку сделали менее ржавой. И вообще какой-то странной. Самое интересное, это референс лозы. Разработчики увидели данное настоящее дерево, сфотографировали его и уже потом придумали сделать из него аномалию. Так что такая классная задумка началась с настоящего дерева. Вот фото, с которого создали стройплощадку, рядом с прачечной. Обратите внимание на яму, которая была здесь в реальности. Так вот, эту яму сперва тоже сделали, но уже потом решили, что она никакой роли не выполняет. И убрали ее с уровня. Осталось только небольшое углубление. Кстати, само фото в материалах разрабов было подписано, как странная стройка около прачечной. А еще вот в этом черновом ролике, где видна яма, видно, что в прачечной последняя комната за комнатой Ковальского разделена на две. А в релизе она одна. Далее, снимок БРДМ. Назван он просто «Танк». Возможно, вы замечали, что в красно-желтых будках нацарапано матерное слово. Так вот, это не прихоть разработчиков, а качественная работа с референсами. Ведь это дело здесь нацарапано и в реальной жизни. И изображение человечка слева тоже. Кроме фото, сохранилась и данная схема с маршрутом, по которому исследовали разработчики. А еще сохранились видео, которые выглядят как крепота в жанре найденной пленки. Но в некотором роде так и есть. Ведь однажды один биодоман выкупил на Авито винтажную камеру. Он включил ее и обнаружил забытые видео. От каких-то людей, которые поехали в Чернобыльскую зону. И с тех пор их никто не видел. Кто знает, может быть это связано с баскетбольной площадкой. Где после, совершенно внезапно, образовались аномалии. Видео из магазина книги. Все разрушается, разрушается. Даже визуально видно, как перекрытие протягивает. Вода. Вода вот основа жизни, но она разрушает Припять и все. Это же новое поколение, которое еще не стало. Антон, вообще вот я называю Припять, это машина времени. Ты взял и 86-й год перенес. Полностью весь антураж. Картнишка есть? Вот такая, дома у меня есть. Супер. Вау. Сделай мне это, да. А человек, Серёжа, лета на день. Лета на день. Кстати, может они так провисают элегантно? Да, с некоторых местах. Угу. Катька! Кать! Аккуратно делись. А куда Саша вышел? Это мы негодяйством занимаемся. Далее не менее атмосферное видео из детского сада. Хочу кинуться посмотреть, есть ли инструменты какие-нибудь. Выбирайся. Такое именно стрёмное место, к нему. Место для... А, это фестатик. А. 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 Типовая программа, воспитание и обучение в детском саду. К нему. Детактические игры детской саду. Придём. Это, походу, кабинет игрушек. А вот фото того самого комплекса, который недоступен к посещению. Но его низкокачественная версия маячит вдалеке. А это вход на завод Юпитер. Воссоздано довольно неплохо. Только без Снегурки и Деда Мороза. Ещё одно прикольное украшение завода. Послушаем местные кулстории. Снегурки приезжают, они берут с собой детей. Дети выпивают инистр пива, ведут себя, как одеяна. Они... Это дети, дети, это дети. Вот. И это катастрофа. То есть, в Припяти без сёка, а здесь вообще... Ну, здесь... Ну, так, как на остальном, буквально... Сейчас идём. А вот фотографии из милицейского участка. В кадр попала надпись из 2007-го. Кринжанули. Видео под названием «Паром ракета». Сделали, ну, как бы, некую дамбу для того, чтобы предотвратить вынос. Ну, там чуть пониже. Из-за этого... Вот. Ракета подходила вот сюда. Чёртовала. Вот сюда и сюда. И поэтому вот уровень поднялся где-то на метр. Это, видите, как затошло. Это всё время. Есть у нас все паводок, есть паводок. Самое большое наводнение в 79-м году было, в принципе. Там... Не помню до какого уровня, но много очень. Вода потопила. И вода дошла вот досюда. Вот это всё было, да, выше чем на метр до топлива. Было целое наводнение. Посмотрим оставшиеся видео, снятые в больнице, пожарной части и мастерской при милицейском участке. Сиди, чтобы я ни во что не врезался. Там операционный такая тяжёлая. Там лампа вот эта висит. Двор для заключённых. Вот такие интересные материалы с разработки. На данном слайде в ролике представлены вертолёты Mi-24P. Но в самой игре используются Mi-24V. Отличаются они вооружением. У игрового варианта есть пулемёт спереди, на носу. А на варианте из ролика орудие расположено на правом борту. Не могу не поделиться с вами потрясающим багом из билда 3813. Кровососы на севере окрестностей Юпитера почему-то заспаунились в Т-позах. Но при этом они всё ещё издают свои звуки. Потрясающие билда Артхаус. Вот такое у нас получилось атмосферное видео. Но на этом оно подходит к концу. И конечно, это ещё не весь материал по зову Припяти, которым я хотел бы с вами поделиться. Так что оставайтесь на канале, переходите в плейлисты и смотрите предыдущие видео. И конечно, заглядывайте в мою группу ВКонтакте, Телеграм-канал и Дискорд-сервер. С вами был Ванделей. Вся тайная станет явным. Дискорд-сервер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok